Рифы — это потрясающие, красочные и яркие страны чердес, которые любят исследовать подводные ныряльщики и дайверы. Они полны разноцветных форм различной величины. Красота, которую трудно описать, но так легко уничтожить. Рифы обеспечивают рабочие места для людей в рыболовной и туристической отраслях, а также они защищают прибрежные районы от бурных морей. А что важнее, 25% видов рыб проводят всю часть своего жизненного цикла в рифах, несмотря на то, что они покрывают менее 1% дна океана. Невероятную красоту рифов образуют кораллы. Коралл — сидящее животное, которое полагается на свои отношения с растительными водорослями, чтобы построить самые крепкие структуры биологического происхождения на Земле — коралловые рифы. Кораллы — сидячие животные, которые приживаются на дне океана. Неудивительно, что многие люди считают кораллы растениями. Кораллы на самом деле составляют древнее и уникальное партнерство, которое называется симбиозом, что в свою очередь приносит большую пользу как животным, так и растениям в океане. Однако кораллы — животные, поскольку они не делают собственную пищу, как это делают растения. Кораллы имеют крошечные, похожие на щупальца, руки, которыми они захватывают свою пищу из воды и заносят в свои непонятные пасти. Большинство структур, которые мы называем кораллами, на самом деле состоят из сотен тысяч крошечных коралловых обитателей, которые называются полипами. Каждый полип — это животное существо, похожее на мешок, как правило диаметром всего несколько миллиметров и высотой несколько сантиметров. Набор щупалец окружает центральное отверстие рта. Каждый полип выделяет экзоскелет вблизи основания. Таким образом, на протяжении многих поколений колония создает скелет, характерный для вида, размер которого может быть до нескольких метров. В случае каменистых или твердых кораллов эти конгломераты полипов растут, погибают и бесконечно повторяют цикл. Со временем, медленно закладывая известняковый фундамент для коралловых рифов и придавая форму привычным кораллам, что там обитают. Из-за этого цикла роста, гибели и регенерации среди отдельных полипов, много колоний кораллов могут жить очень долго. Кораллы, строящие рифы, имеют широкий диапазон форм. Например, разветвленные кораллы имеют первичную и вторичную ветви. Оцифрованные кораллы выглядят как пальцы или сгустки сигар и не имеют вторичных ветвей. Настольные кораллы образуют похоже на стол конструкции и часто имеют сросшиеся ветви. Эльхорнский коралл имеет большие уплощенные ветви. Фолиозные кораллы имеют широкие пластинчатые части, они поднимаются в виде кружащихся узоров. Эти кораллы инкрустируются, растут тонким слоем к основанию. Массивные кораллы имеют форму шара или валуна, могут быть маленькими как яйцо или большими как дом. Большинство кораллов содержат водоросли, называемые зооксантеллами, которые являются растения подобными организмами. Микроскопические водоросли находятся в тканях кораллов. Они хорошо защищены и используют метаболические отходы кораллов для фотосинтеза, процесса, благодаря которому растения производят себе пищу. Кораллы, в свою очередь, получают пользу, поскольку водоросли вырабатывают кислород, выводят отходы и поставляют органические продукты фотосинтеза, необходимые кораллам для роста, процветания и наращивания рифа. Этот взаимный обмен не просто является умным сотрудничеством, что идет между этими мельчайшими океаническими животными и растениями в течение примерно 20 миллионов лет. Это нечто большее, целый мир. Поэтому и неудивительно, что коралловые рифы являются самыми яркими структурами биологического происхождения на Земле, которые конкурируют со старинными лесами в вопросе долговечности их экологических сообществ. Мировые коралловые рифы, начиная от Большого барьерного рифа у Австралии и заканчивая Сейшельскими островами территории Восточной Африки, находятся в серьезной опасности полного вымирания к середине века, говорится в новом исследовании ЮНЕСКО. Когда кораллы испытывают стресс вследствие таких условий, как температура, свет или недостаток питательных веществ, они выгоняют симбиотические водоросли, обитающие в их тканях, заставляя себя полностью белеть. Если отбеливание, вызванное стрессом, не является серьезным, кораллы, как известно, восстанавливаются. Если потеря водорослей продолжается и стресс продолжается, кораллы в конце погибают. В 2005 году США потеряли половину своих коралловых рифов в Карибском бассейне за один год вследствие массового отбеливания. Теплые воды, сосредоточенные вокруг северных Антильских островов, вблизи Виргинских островов и Пуэрто-Рико, расширялись на юг. Сравнение спутниковых данных за предыдущие 20 лет подтвердило, что тепловой стресс от события 2005 года был больше, чем предыдущие 20 лет вместе. Но не все события отбеливания обусловлены теплой водой. В январе 2010 года температура холодной воды в штате Флорида-Киз вызвала отбеливание кораллов, что привело к их гибели. Температура воды снизилась на 12,06 градуса по Фаренгейту ниже обычных температур, наблюдаемых в это время года. Исследователи оценили, что этот холодный стресс сделал кораллы более восприимчивыми к болезням и повлиял так же, как теплые воды влияют на кораллы. В течение следующих 20 лет ученые считают, что примерно 70-90% всех коралловых рифов исчезнут. Главным образом в результате потепления вод океана, его кислотности и загрязнения. «Расширьте это к 2100 году. Это выглядит довольно мрачно», говорит Рене Сеттер, морской ученый из Гавайского университета в Моноа. «К 2100 году останется почти ноль пригодных мест обитания кораллов, что уничтожит почти все живые среды обитания коралловых рифов». «Страшно подумать о последствиях глобальной и масштабной потери рифов», — говорит Рут Гейтс, директор Гавайского института морской биологии в Канеохе, Гавайи. Сокращение запасов продовольствия, отсутствие прибрежной охраны в результате обрушения рифа и дальнейшая эрозия земель сделают некоторые места непригодными для жизни, и людям придется переезжать. За последние три года 25 рифов, которые составляют три четверти рифовых систем в мире, пережили тяжелые отбеливающие события, что, по мнению ученых, было наихудшей сегодня последовательностью отбеливания. «Последствия уже ощущаются некоторыми людьми, и они быстро усилятся», — говорит соавтор NOAA Скотт Ф. Герон. Низкорасположенные острова, такие как Карибати, ряд из 33-х коралловых атоллов в центральной части Тихого океана, уже видят, как соленая вода затапливает источники питьевой воды. Высшие приливы и рифы, которые разрушаются, вызывают больше штормовых всплесков. Вскоре потеря кораллов, особенно в сочетании с глобальным переломом, приведет к меньшему количеству рыбы и местного дефицита белка. «Это настоящие вещи, которые переживают настоящие люди», — говорит Герон. Но морская жизнь сейчас и в будущем перетерпит наибольшие потери. Например, исчезнут такие существа, как морской слезняк. Он на самом деле является важным ингредиентом некоторых соединений, которые борются с раком. По некоторым оценкам, у нас в 300-400 раз больше шансов найти новые лекарства из экосистем коралловых рифов, чем с наземных. Но это только в том случае, если они переживут следующий век. В дополнение к прорывным лекарствам, более полумиллиарда людей зависят от этих рифов. Почти одна пятая белка в мире поступает из морепродуктов, а люди едят в среднем почти 50 фунтов в год. Только рыбная промышленность США поддерживает полтора миллиона рабочих мест, почти четверть того, что занято в мясо-птичеводческой отрасли США, и это только одна страна. Коралловые рифы привлекают туристов в более чем 100 странах и территориях во всем мире. Эти туристы тратят миллиарды долларов, погружаясь в подводные пейзажи. Без этих достопримечательностей прибрежный туризм упадет более чем на 9%, что эквивалентно примерно 36 миллиардам долларов. Эти рифы также обеспечивают защиту туристических береговых линий. Они действуют как естественные барьеры, исключая 97% силы волны и защищая более 200 миллионов человек. Строительство морских стен для этой же защиты стоит 2,5 миллиона долларов за милю. А самое главное, как сообщил недавно изданию бизнес-рейдер Майкл Кросби, морской ученый и президент лаборатории и аквариума Мотте, потери рифов может иметь потенциально ужасные последствия. «Вы любите дышать?» — спросил Кросби. По подсчетам, до 80% кислорода, которым вы сейчас дышите, поступает из океана. «Чтобы ты продолжал дышать, ты должен иметь здоровый океан», — сказал Кросби. Последние усилия, чтобы спасти рифы. Именно так говорят ученые о своих исследованиях. Во всем мире ученые пытаются придумать способы спасти рифы. Усилия включают выявления кораллов, которые особенно устойчивы к жаре или кислотности. Новейшие способы быстрого отрастания кораллов, чтобы погибшие рифы могли быть повторно заселены. Ученые, привлеченные к этой работе, достигли впечатляющих результатов. В некоторых случаях они воспроизводят коралловые организмы, которым сначала нужно было век или два, чтобы вырасти всего за несколько лет. Другие исследователи рассматривают способы разведения суперкораллов. На Большом барьерном рифе исследователи смогли пересадить личинки кораллов в некоторых участках после сбора яиц и спермы. Но, как показали массовые отмирания в самой большой рифовой системе на планете, таких видов усилий будет недостаточно, чтобы спасти рифы во всем мире, не имея дела с большой проблемой выбросов углерода. Индивидуальные усилия не успевают, когда 50% крупнейшей в мире рифовой системы погибает всего за пару лет. Как писали исследователи в своей новой работе, важным является вопрос, когда изменение климата может стабилизироваться. Если люди сделают это вскоре, можно будет сохранить больше рифовых систем. Затем, используя разные виды и методы отращивания, они со временем могут быть восстановлены до определенной степени. Так смогут ли наши потомки любоваться красотой коралловых рифов? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!